Здравствуйте! Это программа «Восемь вкусов». Меня зовут Анна Бережная и сегодня наш гость Александр Вовненко, директор Пушкинского театра Владивостока, а еще педагог. Правильно я говорю, Александр? Ну, наверное, правильнее сказать, директор Пушкинского театра ДВФУ и преподаватель Дальневосточного федерального университета. Чтобы оказаться в Токио, не обязательно лететь на самолете. Окунитесь в атмосферу японских традиций вместе с рестораном «Токио море». «Токио море» — это два этажа уникальной аутентичной атмосферы Азии. Дополняет все открытая кухня с настоящей японской коптильной, где можно воочию увидеть мастерское приготовление заказанных вами блюд. Окунитесь в чарующую, притягательную атмосферу Японии и ощутите всю красоту вкуса истинной японской кухни вместе с Токио море. Сразу хочу перейти почему-то к вашей преподавательской деятельности. Смотрите, я думаю, что вы один из тех педагогов, которого очень любят студенты. Знаете, любовь студентов — это вещь очень непостоянная. Мне радостно, что есть студенты, с которыми мы дружим, с которыми мы общаемся, с которыми мы даже сотрудничаем, мы даже работаем. Это замечательно. Есть студенты, которые остаются как-то так холодны к тому, что я делаю в аудитории, но это их, так сказать, выбор. И здесь очень сложно выстраивать эти отношения в какой-то дружеской форме, хотя я считаю и мне кажется, что это очень важно для образовательного процесса. Очень важно, чтобы молодые люди, очень важно, чтобы студенты не просто приходили, потому что так положено, не просто приходили в аудиторию, потому что нужно получить зачёт, а потому что им должно быть интересно. Безусловно. И это вот, наверное, я бы поменял слово «любимый преподаватель» на «интересный преподаватель». Вот это гораздо важнее. Для меня, по крайней мере. Я только что осознала, что мы не проговорили с вами, как именно дисциплину вы сегодня преподаете. Сегодня я преподаю такую очень унитарную дисциплину экономика и менеджмент средств массовой информации. Очень прикладного характера. В том семестре, принимая зачёт у студентов, они сказали, да, конечно, очень всё непросто. А, понимаете, есть такой заслон, что если ты гуманитарий, а они учатся в школе гуманитарных наук, искусств и гуманитарных наук, если ты гуманитарий, то ты ничего не понимаешь в экономике. Да. Это вот такой стереотип, ошибочный стереотип, совершенно неоправданный стереотип. И очень, наверное, приятно, когда было сказано, что, дескать, вот ваш предмет очень практичный, он очень помогает жить. Важно, что как раз такие преподаватели-педагоги, как вы, они помогают направить свой фонтан творчества в нужное русло. У нас вообще очень хорошие дети, у нас очень хорошие студенты. На журфак Дальневосточный федеральный университет традиционно поступают высокобальники. Самые интеллектуальные в этом смысле студенты, абитуриенты, они поступают на журфак Школы искусств и гуманитарных наук, точнее, Департамент коммуникации и медиа теперь это называется так. Пользуясь случаем, приглашаю Дальневосточный федеральный университет на журфак, чтобы пополнить армию замечательных золотых перьев. Сегодняшний мир, он, как бы сказать, он способствует тому, что вот эти навыки коммуникации, навыки владения разными медиа, они очень все равно востребованы. И вот то, что сейчас происходит в мире, это мое подтверждение. А мы сегодня с вами овладеем искусством приготовления интересного нового блюда, но для начала у нас вот перед нами стоит еще одно блюдо. Аперитив. Аперитив, да. Это сырники с карамелизованным яблоком и, как видим, черешней. Это очень вкусно. Такое легкое летнее блюдо, я бы сказала, что оно очень по-летнему выглядит. Вы готовите сами? Да, я готовлю, я очень люблю готовить. Для меня это просто отдых, расслабление, какая-то мантра своего рода, потому что я там отдыхаю. Отвлечение, да. И творческий процесс. Творческий процесс, совершенно верно. Поэтому я очень люблю. Наши в этом смысле с вами ощущения по поводу кулинарии абсолютно сходятся, потому что действительно это такая возможность пофантазировать, что-то поделать руками. Ну вот я не умею там вышивать, строгать. Я тоже, кстати. Шить, вышивать – это все не мое. Видимо, мы с вами не усидчиваем. Мы с вами не усидчиваем, это конечно. Но я уверена, что прямо сейчас мы проявим наши таланты на кухне. В Рэмми всегда вкусно. Продукция собственного производства Рэмми. Салаты, фастфуд и кулинария со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэмми всегда выгодна. Здравствуйте. Сегодня мы будем с вами готовить домашние сырники. Из цельнозернового творога вместе с карамелизированными яблоками и черешней. Съездили в магазин Рэмми и купили достаточно доступные продукты. Это сахарная пудра, сметана, свежие черешни, свежие яблоки. Начнем мы с того, что почистим яблочки. Достаточно простым способом я использую экономку. Очень все просто срезается. Достаточно эффективно и быстро. Разрежем яблочко пополам. Удалим сердцевину. Добавим немножко растительного масла. Здесь я где-то добавил, наверное, грамм 60. Будет достаточно. Сильно много не надо. Будет сильно жирные. Яблоки мы будем запекать в духовой печи потом. Яблоки мы будем нарезать дольками. Можно делать не сильно мелкие. Для того, чтобы оставить текстуру внутреннюю. Возьмем миску. Выкладываем туда яблоки. И добавим туда сахарную пудру. Почему сахарная пудра, а не сахар? Наверное, потому что легче раствориться. Ну, с ней проще работать. Можно использовать также сахар, либо мед. В зависимости, что вы хотите. Либо сахарозаменитель какой-то. Сейчас это актуально, модно. Грамм, наверное, 70 я использовал. На 500 грамм чищенных яблок. Яблоки готовы. Это можно увидеть, потому как сахар разошелся. И получилась такая глазурь небольшая. Мы будем запекать в духовой печи. На где-то 230 градусов. Для того, чтобы их керамизовать. Пока у нас яблоки пекутся, мы будем обжаривать сырники. Сырники у нас сделаны из цельнозернового творога. Масло у нас нагрелось. Обжариваем с двух сторон сырники. До золотистой корочки. Будем мы все это с вами сервировать свежей черешней. Сейчас пошел сезон. Ее можно легко приобрести в магазинах Реми. По доступной цене. Сырники мы обжарили до золотистой корочки. Выкладываем их на противень. Предварительно на нем мы положили пергамент. Такая вот красота у нас получилась. Сырники мы с вами ставим в духовую печь. Минут на 5-7, на 220 градусов до полного приготовления. Наши сырнички уже готовы. В принципе, видно, что они готовы, потому что они легко отходят. Они набухли. Стали красивые. Мы с вами начинаем сервировать нашу подачу. Яблоки у нас тоже уже допеклись. Хороший аромат. В принципе, мы получили то, что хотели. Сверху карамелизовали. Снутри они остались немножко хрустящие. И вкус свой не потеряли. Теперь мы с вами добавим сметаны для того, чтобы оттенить вкус яблок. Добавим чуть-чуть красного цвета. Украсим все это свежей мятой. Добавим чуть-чуть зеленого цвета. Цвета лета. Немножко задекорируем той же сахарной пудрой. Мы с вами приготовили домашние сырники с карамелизированными яблоками и свежей сметаной. Эту идею вы можете использовать у себя дома, когда готовите завтрак. Итак, мы приступаем, пожалуй, к самой интригующей части нашей программы. Мы начинаем готовить. А я хочу напомнить, что готовим мы исключительно из доступных продуктов. Наш спонсор – сеть магазина «Рэми». Каждый может пойти туда и приобрести именно те продукты, из которых мы сегодня будем готовить. А что сегодня приобрели для нашей программы? А я думаю, сейчас Антон нам расскажет, как раз по вкусу. Да, мы, конечно, посмотрим. Сегодня мы с вами будем готовить немножко неформатное блюдо для этого ресторана. Мы будем с вами готовить итальянскую пасту для того, чтобы показать разносторонность нашей компании и насколько мы можем сочетать разные вкусы. Для этого мы с вами приобрели петрушку, болгарский перчик. Но приморская петрушка. Приморская, конечно. Местный фермер, да. Болгарский перчик. Возьмем творожный сыр и рикота, немножко томат-пасты и макароны из твердых сортов. Это сегодня наш с вами будет набор продуктов. Очень все просто, да. Немножко я добавлю эксклюзивности. Мы с вами добавим черных маслин, чеснок, итальянские томаты Наполи. Ну, в принципе, мы можем использовать томатную пасту. Для того, чтобы начать нам готовить, мы сегодня сделаем с вами перцы. Мы их запечем в прованских травах. А вы любите готовить? Я очень люблю готовить. И я очень рад, что мы сегодня готовим, так сказать, итальянскую кухню, потому что я очень люблю итальянскую кухню. О, да. И я очень люблю Италию. Перчик я вам дам по два перчика. Спасибо. Себе возьму один. Да. Мы с вами его разрежем пополам. Да, я чуть не начала. Аккуратненько только. Да. Достанем сердцевину. О, Господи. Почему-то, когда ты это делаешь дома... Все получается. Все гораздо проще получается. Сделаем аккуратную нарезку. Наверное, нарежем мы с вами перья, я думаю. Перья у нас. Это выглядит вот так. Это Антон нам облегчил просто с вами, Анна, задачу, потому что если бы он сказал, что надо обрезать каким-то... Нарезать, вернее, каким-то другим макаром, нам было бы гораздо сложнее. Я, кстати, очень люблю готовить, но вот что хочу сказать по поводу нарезать. У меня не всегда все получается как-то ровно, красиво. У меня такой некий творческий хаос, творческий беспорядок получается. Ну, на самом деле... Это мой стиль. На кухне, дома, у себя, да и даже на самом деле в ресторане, когда ты творишь сам для себя, либо для индивидуальных гостей, можно делать так, как ты хочешь, как ты видишь. Это как художник пишет кистью, так же ты готовишь. Нарезаем мы перья красивые. У меня получается, Антон? А я вот тебе помогу чуть-чуть, смотри. Мы делаем просто заход один отсюда, один отсюда. Можно не сильно тонко, да, я правильно понимаю? Да, не сильно тонко, потому что мы с вами будем перчики подпекать. Один отсюда, один оттуда, один отсюда. Вы запутали меня. Градус получается. Вот. Мы сейчас будем делать одну из основ нашего соуса. Соус у нас будет состоять из трех компонентов. Это у нас будут болгарские перцы, томаты. Сегодня мы используем итальянские томаты и томатную пасту, для того, чтобы показать, ну, как можно это приготовить более альтернативно для дома с томатной пастой. Это бросаем все в большую миску. Да, все мы бросаем в большую миску. Ну и потом, мне кажется, томатная паста – это тот продукт, который, как правило, есть всегда дома. Он всегда есть дома. Да. Даже когда ничего не будет, наверное, томатная паста всегда будет стоять у тебя в холодильнике. Сейчас мы с вами подмаринуем перцы и поставим их в духовой шкаф. В чем вы их маринуете? Будем использовать прованские травы. Спасибо, Верси. Ну, основа, как бы, пойдет у нас это базилик сухой. Есть смесь разных пряностей, да, которая продается также доступно в магазине. Можно использовать свежий базилик, если есть. Свежий тимьян можно использовать. Ну, все, что угодно, все, что дает такую ароматику. Нам нужно взять по два чесночка и нарезать их, можно произвольно, но не сильно крупно. Это будет у нас тоже дополнение к нашей основе. А вот надо придавливать? Надо придавливать. По-разному. Кто-то режет, кто-то давит. Ну, я так понимаю, это делается для того, чтобы было больше вкуса. Ну, облегчить, не знаю. Ну, по мне, я как бы… Всегда мечтал вот так. Я не буду рисковать. Нет, так рисковать не надо. Я люблю резать. Кто-то говорит, что давить лучше. Я предпочитаю резать. Для меня это более профессионально. Может быть, итальянская бабушка, конечно, и давит. Так, мы добавили с вами чеснок. У нас нарежен болгарский перец. Мы немножко с вами добавим базилика. Добавим с вами оливковое масло. Так, нормально добавим, чтобы прям пропиталось. Потому что оно же сейчас будет у нас жариться дальше в духовой печи. Не на сковородке, а в духовой печи запекаться. Пергамент. Да. И просто выкладываем. Выкладываем перцы. Практично. Да, так, чтобы они не сильно лежали друг на друге, потому что она должна запечься. Это очень красиво. Я хотела сказать, Александр, что вы сейчас пишете картину. Ваша ипостась, понимаете? Ну нет, не моя. Не то, чтобы писать, а все-таки искусство сейчас происходит. Интересно, да? Вот этот все-таки цвет, он играет. Цвет играет замечательно, конечно. Вот у вас с какой сейчас картиной ассоциация, Александр? Ой, ой. Я поставила у вас сложную ситуацию. Вы знаете, я могу сказать вам, у Ван Гога есть замечательная картина «Виноградники». И там вот этот перезревший виноград и красные осенние листья. Вот это, да. Потрясающе. А я почему-то, когда мы начали, у меня возникла первая ассоциация, это кандинский. Кандинский? А, ну вот это геометрия, да. Геометрия, цвет тоже красный в него часто преобладает. Конечно, конечно. Спасибо большое. Что у нас с вами получилось? У нас с вами получилась картина кандинского, да, я так понял? Да. Ну, давайте назовем ее так. Назовем ее так, да. Ну, цвета очень много. Очень ярко, очень насыщенно. Очень итальянский праздничный. Да. Вы тоже хорошо заметили это, подметили. Сейчас мы, духовой шкаф у нас нагрет на 230 градусов. Почему используют такую большую температуру? Потому что нам не нужно его варить. Потому что объем очень большой. Он должен сразу взяться. Он должен сразу взяться, поэтому шкаф нужно хорошо разогреть, проверить температуру, как бы, достаточно. И, я думаю, минуты 3-4 нам нужно его немножко подпечь. Все, пока он будет подпекаться, мы с вами сварим пасту и нарежем чесночок, маслины и зелень. А я пока хочу поздравить Александра, пользуясь паузой в приготовлении. Можно сказать, вот сейчас год, как вы стали директором Пушкинского театра. Ну, так сложилось. Круглая дата какая-то наступает. Принято подводить некий итог и говорить о своих планах. Что бы вы сейчас предпочли в первую очередь сделать? Итог, наверное, не хочется подводить все-таки? Ну, это, конечно, не хочется, потому что этот процесс, он довольно большой, довольно длительный. И я надеюсь, я просто надеюсь, что за этот год жители города Владивостока в какой-то степени почувствовали, что в Пушкинском театре бьет жизнь, появилась какая-то другая энергетика. Мы экспериментируем и стараемся делать какие-то проекты, которые раньше не были в Пушкинском театре. Мы приглашаем разных артистов, которые раньше не выступали в Пушкинском театре. Мы стараемся делать программы, которых раньше не было в городе. Мы стараемся, и это такая вот отдельная наша история, мы стараемся делать такие городские события. Ну, например, вот за этот год мы сделали две такие акции. Это Владивостокская ассамблея студентов, когда неважно, в какой университет ты закончил, неважно, в каком вузе ты учился, просто ты являешься студентом. Ты когда-то пять лет своей жизни, или четыре, посвятил тому, что ты постигал науки. И вот 25 января в Татьяне недель мы всех студентов, всех выпускников разных лет, и Владивостокских вузов, и не Владивостокских, приглашаем в Пушкинский театр. Такая акция, которая, с одной стороны, вот эту тему студенчества поддерживает, а с другой стороны, укрепляет престиж Дальневосточного федерального университета. Потому что все-таки Пушкинский театр – это такая, я бы так сказал, окно, это такая витрина Дальневосточного федерального университета в самом центре города Владивостока. Еще одна история, которая нам очень важна и очень ценна, это, конечно же, День Восточного института. Вот в прошлом году мы это делали, посвященный 120-летию Восточного института. Вообще мне очень нравится, как рассуждает на эту тему Виктор Алексеевич Шалай, директор музея имени Арсеньева, что Восточный институт, первое высшее учебное заведение на Дальнем Востоке – это градообразующее предприятие. Это то, что сделало из маленького, самого молодого города Дальнего Востока России настоящий город. Именно Альма-Матер, именно высшее учебное заведение. И эта логика, она мне очень нравится. Потому что, конечно, предприятие, конечно, Кунст-Альберс, конечно, Даттон и многие-многие другие, но вот высшее учебное заведение, высшая школа – это значительно увеличило, да, как бы, приподняло наш город и его рейтинг, скажем так. Мы добавили немножко масла. Это для мягкости? Ну, наверное, для мягкости. И для несклеивания. Нам немножко нужно поменять текстуру воды. Мы добавляем соль, она немножко по-другому кипеть начинает, потому что у нее температура меняется. И мы добавляем немножко масла. Хорошо. Сейчас я закину пасту, будем ее варить. Мы можем скрыть дырить. Мы сейчас я ее полосну, и потом ее немножко пощипаем. Ставим крупный элемент, потому что так будет. Правильно. Мы сегодня будем готовить более итальянское, поэтому у нас будет все такое крупное. То есть не надо резать. Вот как определить нужное количество, вот взять вот этот пруд? У нас, допустим, есть с вами полкилограмма пасты. Обычно пасовка идет либо полкилограмма, либо 400 грамм, в зависимости от пасты. Человек порционно съедает до 100 грамм сухого продукта. Потому что она варится, плюс соус у тебя на выходе будет где-то. Если взять эту италью, то у них порции по 500 грамм. У нас такие порции непривычные. Это много. Да, 1 грамм 300. Ну, допустим, грамм 70 пасты нам достаточно. Если мы готовим 3 пасты, соответственно, мы берем грамм на 250. За пасту. Сухого. Да, значит, пол пачки у нас. Понятно. Логично. Все очень трудно. Да, соответственно, закручиваем пасту. Ой, я тоже так делаю. Это правильно. Это да, это правильно. Чтобы оно равномерно. Все, паста у нас начинает вариться, соответственно. Сейчас мы будем варить эрденте. Дальше мы что с вами сделаем? Мы с вами можем пощипать немножко зелени и половинку маслин порезать пополам. Давайте, вы пощипаете, а я порежу. Маслина мы порежем пополам, я думаю, достаточно. Ну, во-первых, хочется отметить, что Пушкинский театр располагается на улице Пушкинская, как все уже знают. Как ни странно. Как ни странно, да. На самом деле, вот первично, извините, Анна, первично именно название улицы. Потому что изначально здание называлось собрание приказчиков, конторщиков и коммерсантов города Владивостока. И Пушкинский театр, это не потому, что в честь Александра Сергеевича Пушкина. В честь Александра Сергеевича Пушкина был дом на Володарского. А потому что театр где? На Пушкинской. Поэтому Пушкинский театр. И эта улица сумела, одна из немногих, сохранить свой первозданный облик. Практически, да. Там, естественно, царит такая особая атмосфера. И я знаю, что наверняка в Пушкинском театре есть какие-то тоже свои раритеты, может быть, сохранившиеся. Ну, во-первых, по счастью, и в этом смысле это большая заслуга тех людей, которые реставрировали Пушкинский театр 20 лет назад. Это Геннадий Петрович Турмов, Юрий Иванович Лиханский, Марина Баринова и команда Политехнического университета. Они максимально сохранили внутренний и внешний облик. Это самое главное. Это очень важно, да. Вот поэтому, в принципе, то убранство, те двери, та лепнина, это 90-80% это все оригинальные вещи. Есть коты Эрмитажа. Да. Всем известные. И все любят котов. Это отдельная строка в бюджете Эрмитажа, между прочим. Да, это вообще очень интересная история. Я даже видела целый фильм, посвященный этому. Но мы сегодня говорим о Пушкинском театре. Так вот, я знаю, что у вас тоже есть свои коты Талисманы. У нас есть, да, кот Кеша и кошка Маруся. Но в этом смысле мы не очень отличаемся от наших коллег. И в музее имени Арсеньева, и на Светландской, и на Петра Великого есть Муза и Маруся. И, я знаю, в Мариинском театре есть кошка. Но вот коллеги из газеты «Владивосток», они делали такую фотосессию котов, культурных котов города Владивостока. И очень радостно, что именно наши коты победили в этом таком конкурсе. Набрали, как сейчас это называется, больше всего лайков. А как вы думаете, в чем секрет? Почему именно они? Они, ну, они очень милые. Они очень такие замечательные. Действительно, мы их очень любим. А народ же выбирал их, получается. Да, народ просто выбирал фотографии. Ну, вот как модели выбирают. Ну, вот народ как-то за них больше всего пролайкал. Это очень здорово. Они действительно очень симпатичные. Вот, они ходят, гуляют по улице Пушкинской. Я очень переживаю, когда ездят машины. Но Кеша, он особенный. Маруся у нас такая домоседка. А вот Кеша, он любит гулять. И он гуляет по Пушкинской. Нюхает все, контролирует. Вокруг бегают другие коты. Ведь вообще Владивосток очень кошачий город, мне кажется. Да, согласна. Вот, и вокруг бегают другие коты. Он охраняет свою территорию. То есть он чувствует себя полноправным хозяином. Он чувствует себя полноправным хозяином и театра, и улицы. И это в какой-то степени справедливо. Как появились у вас коты? Они как-то, наверное, сами пришли, выбрали вас? Вот просто сами пришли. Да, они выбрали. И коллеги их не выкинули. Коллеги их оставили, сохранили их, подкармливают. Тут, знаете, у меня такая... На них всегда очень реагируют на наших котов. Они просто совершенно свободно ходят в фойе и так далее. И все их хотят погладить, все с ними хотят пообщаться. Конечно, это же котики. Да, это же котики. Но тут возникает еще вопрос. Вот почему у тех людей, которые хотят пообщаться с котами, никогда не возникает другого желания? Принеси ему кусочек чего-нибудь поесть. Ну вот просто элементарно. Ну, они же думают, что это очень солидные коты. Они-то и есть солидные. Они солидные, но они также любят кушать. Вот я так сформулирую. В общем, такой призыв некий сейчас. Не то, что призыв, просто предложение подумать на эту тему. Так, паста у нас готова. Паста готова. Мы взяли с вами синуа, если говорить про итальянские названия. Это синуа. Это синуа, да. Синуа. Какое красивое название. А такая унитарная вещь. Сливаем, да, сито, можно сказать так. Самое главное для меня, так как у нас сейчас не готов еще соус, но уже готова паста, потому что мы предварительно это все сделали. Мы не моем пасту. Не споласкиваем холодной воды. Это очень важно. Мы берем противень любой, добавим немножко оливкового масла. И все это дело нужно на противне нам с вами растащить. Мне очень нравится, как Александр подхватывает, как будто вы всегда на кухне, понимаете? Я всегда на кухне. У нас не слиплись, соответственно, и... И напитались. И напитались, да, маслом оливковым. Вот такая вот у нас паста. На самом деле, если сейчас нам сюда добавить немножко жареного чесночка и посыпать все пармезаном, то у нас будет такое замечательное итальянское алиоли. Алиоли. Да, алиоли, да. Да, перфектно. Сколько новых слов? Это такая ленивая лазанья, да? Ленивая лазанья, да. Мы с вами возьмем сковороду. Ну, Александр, я вам буду говорить, вы, наверное, будете готовить. Хорошо, давайте. Все-таки вы наш гость. Да. Мы добавим оливкового масла. Нет ничего хуже готовить не на своей кухне, потому что на своей кухне ты, ну, как бы, полноценный хозяин. А здесь ты все-таки ограничен. А еще когда две хозяйки на одной кухне. Это тоже сложно. Да, а знаете, есть такой жуткий, совершенно мне не нравится, но я... Знаете, почему у женщины размер обуви меньше, чем у мужчины? Почему? Чтобы ближе стоять к плите. Такой жуткий, совершенно феминистичный. А почему меньше размер обуви? Я не услышал просто. Чтобы ближе стоять к плите. Но на самом деле мы же знаем, что все-таки мужчины, они готовят лучше. Я согласна. Отлично. Я абсолютно согласна. Просто, если брать тех женщин, которые мои знакомые, они... У них нет вот этого вот царского богатства, вот этого такого открытой души, я не знаю, вот этого вот... Есть закладка, готовим по закладке. Мужчина, он где-то чуть-чуть больше... Где-то вот жест такой, да, жест. Мы с вами, масло у нас нагрелось, добавим чеснок. Чеснок, соответственно, добавляем, обжариваем. Вот чеснок. А чем мы размешиваем? Размешиваем. Мы возьмем либо гудрявую, либо можно взять щипцы, либо ложку. Ну, как бы удобно, ложкой, нужно ложкой. Давайте вы добавите еще чесночка. Александр, все сам, процесс, процесс идет. К Александру мы с вами добавим маслины. Ароматика пошла, да? Да, вот этот фантастический запах. Запах чеснока идет. Вот, да, у нас очень вкусно пахнет. Все, пока хватит. Мы сейчас добавим с вами печеные перцы. Перцы у нас приготовились, мы достали с духовки. Немножко кандинского покажите нашим зрителям. Вариации на тему. Подпеклись перцы. Композиция номер шесть. Добавляем перцы. А какую музыку бы вот предложили? Ну, здесь должна быть только итальянская песня, там, Воларе, о, Кантаре. Просто Александр также занимается клубом музыкальный Верниссад. Уже нет, уже нет, да? Очень много сил тратится на театр, поэтому, к сожалению... Но я надеюсь, что мы возобновим эту историю. Вообще, это была такая очень хорошая ситуация, как легко, чтобы открыть банку, нужно просто... Нужно просто стукнуть чуть-чуть в воздух. Я вообще даже не поняла, что произошло. Мы немножко добавим томатной пасты. Я Александра уберу от плиты, потому что у него белая рубашка. Я боюсь, что забрызгает. Добавим итальянский соус томатный. Это просто готовые томаты, можно использовать любые... Просто надо потушить готовые томаты. Да. Отлично. Все, у нас получилась гамма цвета. Соответственно, зеленая, желтая, красная. Вот, и наши маслины, они дадут вкус очень хороший. Очень интересно, на самом деле, я до этого готовил рецепты, были в нашей программе. Я использовал сушеные маслины дегидрированные. Это такая, как специя получается. Но очень дает вкус, очень насыщенный. Концентрированный. Шестой, да, такой шестой вкус умами, да, допустим, ну, как есть, еще у нас же, помимо кисло-сладкое, соленое, горькое, у нас же есть вкус умами. Это насыщенный вкус. А сейчас мы с вами немножко добавим сахара, чтобы поиграть с кислотностью. Все я делаю на глаз, видите, да, потому что уже рука понимает, сколько нужно. Вы знаете, у музыкантов есть такое понятие, у меня это в руках. Это означает, что это музыкальное произведение музыкальное освоено, да. Вот это вот очень хорошо подходит. Но он у меня в руках, я это руками чувствую, как это надо подать. Все, я думаю, вот это достаточно. Теперь мы с мамой возьмем пасту. Протенье жестовое. И прямо сюда. Прямо сюда мы делаем выкладку пасты. Фантастика. У нас все равно основой идет эта паста, легкий томатный соус и печеные перцы в сопровождении с маслинами. И очень хорошую ароматику нам дал чеснок, который Александр у нас пробил. Да, замечательно. Спасибо. Так красиво. Свежую зелень. Ну, как бы, можно добавить базилик, будет интересно. Базилик, конечно, придется интереснее. Можно добавить имьян, тоже будет хороший вкус. Видите, у нас получилась такая игра красок по итогу. Прекрасно. Ой, а можно я расскажу вам про зелень интересную историю? Ну, как интересную, странную. Я недавно приобрела укроп. Так. Прихожу домой, открываю, начинаю, а я заранее делаю заготовку. Я его нарезаю и замораживаю, чтобы раз-раз быстро думали. Всегда везде добавляю зелень. Как интересно, как моя мама прям. Начинаю его резать и понимаю, что запах аниса. Ну, не укроп, а аниса. Я ничего не могу понять. Ну, укроп, все, укроп. Я думаю, странно. Ну, не фенхи, может, это фенхи? Да, это был фенхи, я зашла в интернет, прочитала разницу. Сейчас где-то в некоторых магазинах путают и выставляют на продажу и то, и то, как бы. Все, мы пришли к финалу, к нашему, как говорится. Людно. Засервирую, потому что все-таки пачкать не очень хочу вас. Спасибо. Этим делом. Это очень бумагно. А я все-таки в форме, да, как бы. Вы всегда в форме, Антон. Да. На самом деле весом такой, гуляющая вещь такая. Нет, я имею в виду профессиональную форму. А я тоже про вес сразу. Вес, да, весом гуляющая такая. Так, мы пришли все-таки к финалу, и это рикотта. Рикотту мы с вами вскроем. Я покажу вам просто метод, как мы это делаем. Алиментарно. Это все вот так вот и делается дело. Давайте, вот я сюда кину, а вы сюда, Аня, пожалуйста. Спасибо, Александр. Ну, красиво. Вот, мы добавили рикотты, это как снежок такой получается. Снежок. Да, очень аппетитно. Немножечко, конечно, не знаю, кто как любит, жирно-нежирно. По мне, мне объясняли мои греческие товарищи, с которыми я работал два года. А они говорят, оливковое масло мало не бывает. Мы согласны и с вами, и с греческими товарищами. Немножко добавить, и будет супер. Вот, у нас с вами готовы наши три блюда. В принципе, все просто, все понятно. Вот ваш тезис по поводу щедрости, мужской щедрости и женской бережливости, он абсолютно здесь проиллюстрирован. Посмотрите, как посыпала Аня, как посыпали вы. Александр, я же бережная. Вы же, да? Я олицетворяю бережливость. Бережливая и бережная. Ну, видите, как хорошо. Все, наше блюдо готово. Спасибо. Спасибо. Ну, мы будем пробовать нашим? Вы, конечно. Время всегда вкусно. Продукция собственного производства Рэми. Салаты, фастфуд и кулинария. Со скидкой 40% с 8 часов вечера и до закрытия магазина. Рэми всегда выгодна. Ну, надо взять. Надо взять. Аккуратнее только не запачкайтесь. Я все-таки оставлю это для гостей. Не, ну, выглядит замечательно. Очень красиво. Я думаю, вкусно. Да уже тут такие ароматы были, что не терпится попробовать. Да что ж такое? Я не могу победить. Это аль денте? Очень вкусно. Вот как Антон сказал про специи, действительно, такое раскрывающееся. Вкус, просите я. Замечательно. Очень, очень замечательно. Спасибо, Антон. Спасибо вам. Буду готовить то, что я. Да, это спасибо большое. Что же, я напоминаю, что это была программа «Восемь вкусов». И с нами сегодня были Александр Вовненко, директор Пушкинского театра, и Антон Терентьев, шеф-повар ресторана «Токио». Всем пока. Всего доброго. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!